В Анапе заканчивают ликвидировать последствия стихии. В пострадавших сельских округах работают 7 бригад. Все работы на контроле главы курорта Сергея Сергеева. Дважды в сутки проходит оперативный штаб, чтобы откорректировать первоочередные работы. На 22 часа 22 января без электроэнергии оставались домовладения в Виноградном, Гастагаевском, Джигинском и Первомайском округах. Комсомольская, Советская, 90 домов. И сейчас детский сад под вопросом. По Джигинке люди у него сейчас уехали переодеваться, он взял своих местных, местными пробовали дотянуть пролеты, которые есть. А высоковольтную саму включили. Четыре бригады специалистов работают в Юровке. Глава округа просит увеличить количество электриков. Восстанавливать электроснабжение в Гастагаевской помогают муниципальные энергетики. Давайте решать. Хватит кому-то отдавать что-то, и мы молчим все. Давайте докладывать. Истинную картину я хочу знать. Давайте сейчас намечайте мероприятие на ночь. Обследовать линии в сельских округах и продолжать работу. Подключить социально значимые объекты к резервным источникам питания. В первую очередь детские сады, школы и ФАПы. Мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал от глав сельских округов докладывать о результатах работы и обращаться за помощью, если возникает такая необходимость. В крайнем случае погодные условия было, можно было и вертолет поднять. И посмотреть эту линию сверху. Кто-нибудь передо мной поставил этот вопрос? За прошедшие сутки на дежурные телефоны поступило 290 звонков об отсутствии электроэнергии в сельских округах. В первый день после ледяного дождя 600. Восстановительные работы продолжаются. Сергей Сергеев подчеркнул, после проведения всех работ нормой для таких обращений должен стать один звонок в сутки. По данным отдела гражданской обороны, прогноз на ближайшие несколько дней до 27 января неутешительный. Будут заморозки. А значит люди начнут отапливать жилье дополнительными электроприборами, перегружая электросети. Наступление холодов анапская энергосистема должна встретить в полной готовности. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион.